здравствуйте дорогие друзья когда систематизирую знания складывается интересная картина поэтому предлагаю систематизировать знания которые мы имеем по теме так называемого монголо-татарского нашествия и переселения народов выстроить несколько исторических параллелей а также задать очень неудобные вопросы и озвучить ответы которые пытаются давать на них официальные историки дабы вся несуразность этих ответов каждому видна была вся эта история с монгольским завоеванием это клубок самых разных фактов а также домыслов и откровенных сказок нестыковок и нелепостей которые стоит только потянуть за одну как она словно ниточка тянет собой все остальные мы постараемся последовательно все их разобрать но так как вопросов очень много то наш фильм будет состоять из двух частей а в конце второй части как вывод мы озвучим наш ответ на все эти вопросы и расставим точки над и историография о нашествии на русь монголо-татар или татар-монгол или татар и монголов кому как нравится история это стала общепринятым фактом еще с конца 17 века то есть спустя 400 лет после официального нашествия когда один из архиереев рпц родом из пруссии по имени иннокентий гизель написал первый учебник по истории россии который называется синопсис эта книга изданная в 1674 году представляет собой переделку хроники игумена михайловского злато монастыря монаха феодосия сафоновича написанный под воздействием польских исторических сочинений по синопсису родную историю русские долбили все последующие 150 лет вообще сам термин монголо-татары очень нехороший звучит он примерно как хорваты индусы или финны негры если говорить о его смысле о том что напавшие на русь и европу с востока были кочевниками да еще и монголами общество узнало лишь в начале девятнадцатого века когда христиан круза издал атлас и таблицы для обозрения истории всех европейских земель и государств от первого их народонаселения до наших времен в россии же термин монголо-татары вел в оборот известный историк и учитель гимназии петр николаевич наумов в 1823 году а уже в 1826 году императорская академия наук объявила конкурс на тему того какое влияние имела нашествие с востока на развитие руси несмотря на то что конкурсная премия так и не была вручена дискуссия по данному вопросу широко развернулась в публицистике затем термин монголо-татары радостно подобрали уже и российские официальные историки собственно подлинных летописных текстов 13 века в распоряжении историков нет есть только позднейшие копии и их списки и теперь на государственном уровне принято считать что какие-то пастухи смогли осуществить то что оказалось не под силу ни наполеону не гитлеру завоевать нашу родину зимой однако до сих пор никто из официальных историков не взял на себя смелость сделать дорожную карту похода хана баты зимой 1237-1238 годов на северо-восточную русь но давайте на время забудем тему и название сегодняшнего фильма и непредвзято рассмотрим некоторые моменты итак друзья какова будет ваша реакция если вам скажут что некий абстрактный народ бродяг немногочисленный и неоднородный по своей сути имеющий множество межклановых конфликтов создал самую крупную в истории человечества континентальную империю завоевав почти всю евразию от тихого океана до территории современной германии от сибири до индийского океана при этом разгромив многочисленные хорошо вооруженные и обученные армии мусульман средней азии и христиан в европе а также миллионные армии двух китайских империй покорив несколько десятков крупных и развитых государств и бесчетное множество мелких без проблем на лошадях преодолевает тысячи километров непроходимых лесов и гор а также степные реки любой здравомыслящий человек скажет что это невозможно даже в наше время и будет прав а ведь согласно официальной истории в прошлом такое происходило как минимум дважды а если сравнивать карту империи созданной этим народом со старинными картами то мы видим что их империя по размерам и территории была близко к тартарии кстати насчет монет тартарии которые никак не могут найти ведь если рассматривать вопрос в таком ключе то не могут ли монеты чингисхана быть монетами тартарии но это так к слову а теперь давайте рассмотрим последствия создания империи кочевников которые озвучивают официальные историки касательно истории древней руси заранее задам вопрос на что это похоже итак последствия погибла значительная часть населения множество людей было вынуждено оставить свое место жительства и бежать в соседние страны или глухие отдаленные территории многие города были полностью разрушены и сожжены а некоторые впоследствии так и не были восстановлены на несколько десятков лет в русских городах практически прекратилось строительство из камня исчезли сложные и составные ремесла такие как производство ювелирных украшений искусственных красителей полихромной поливной керамики и комплексной металлургии были разорвены хозяйственные связи между городами и окружающими их селами русь была отброшена на несколько столетий назад и промышленность должна была повторно проходить исторический путь от мелкоремесленных мастерских до крупных предприятий погибло множество произведений литературы и письменности другие сохранились только в копиях сделанных переписчиками также во многих русских городах исчезли хранилища книг бывшие прообразами библиотек на восстановление прежнего уровня экономики культуры по официальным данным потребовалось более чем 300 лет согласитесь официальное описание последствий монгольского нашествия на русь очень похоже на описание масштабного катаклизма или даже мировой войны если рассматривать официальную точку зрения за истину в конечной инстанции то возникает резонный вопрос а собственно кто кого завоевал и как это смешно не звучит но среди современных политиков даже есть клоуны желающий получить у монголии компенсацию причем с процентами и поэтому чтобы не допускать подобных курьезов давайте спокойно во всем разберемся и расставим точки над и но прежде чем мы поднимем нестыковки официальной истории касательно монгольского нашествия давайте определимся с понятием кочевники ибо это важно официальное объяснение кочевников предельно простое и ясное цитата в основу кочевого образа жизни легло животноводство в поисках новых пастбищ люди переселялись на многие километры от основного места жительства кочевое скотоводство было преобладающим образом жизни в степях внутренней евразии на протяжении большей части ее истории конец цитаты говоря простыми словами кочевники это пастухи но согласитесь фраза нашествие пастухов на русь звучит очень нелепо с точки зрения пастухов ценность любой территории определяется исключительно пастбищами и в этом свете встает вопрос зачем кочевникам города если они не собирались в них жить однако как мы знаем из официальной истории во время любых войн ценность любой территории определяется ресурсами которые она может дать то есть это полезные ископаемые угодить для земледелия и наконец население которое можно превратить в рабов но пастухам не нужны ресурсы которые нужно добывать или выращивать тратя на это время и силы значит и цели на захват и удержание территории у них не может быть а из этой официальной истории мы знаем что целью набегов кочевников было местное население которое водилось в рабство а также то что местные уже собрали и заготовили друзья тут важно понять что люди живущие мародерством и грабежом не станут попутно заниматься разведением скота просто так без железа и базовых знаний в кочевье не уйдешь в кочевье уйти можно только имеет цивилизованный базис плюс генофон скота только тогда можно выжить в степи следовательно все уходили не от хорошей жизни а от того что резко сократились пастбища вокруг культурного жилья так что кочевники это отголоски страшной трагедии когда оседлым приходилось уходить в степи ради выживания а говорить о боевом потенциале людей находящихся на грани выживания это полная глупость и потом если кочевники достаточно награбили зачем им возвращаться в кочевье одиноко бродить по степи золотом мехами и без стада первая уже попытка поставить себя на место этого волшебного кочевника мгновенно разрушает все кочевые теории ибо зачем кочевники это пастухи а набеги совершают разбойники и мародеры очень важно это четко разделять а теперь проведем одну параллель про так называемая монголо-татарская ига и золотую орду знают наверное все однако не менее интригующей является история с нашествием с востока гуннов почти аж за тысячу лет до монголов которые также создали огромную империю на тех же самых территориях но про них почему-то все удачно забыли о том кто такие гунны существует несколько официальных точек зрения однако в большинстве своем все они называют гуннов народом всадников или предшественниками монголов а историки 19 века иван егорович забелин дмитрий иванович и лавайский и василий маркович флоринский называют гунов славянами гуны продвигались по тому же маршруту что и монголы но им потребовалось 150 лет чтобы достичь европы и согласно официальной версии именно из-за гунов а также наступившего похолодания другие племена двинулись на запад что привело к падению римской империи достигнув европы гуны также основали свою огромную империю причем входящую список крупнейших государств мировой истории при этом как ни странно гуны быстро растворились среди других народов которые продолжали непрерывно пребывать с востока большинство официальных исследователей в качестве причин великого переселения народов называют общее похолодание климата официально пик переселения пришелся на период резкого похолодания 535 536 годов нашей эры в этот период частными были сильные ливни штормовые ветра наводнения массовый голод неурожай поздние заморозки жертвами которых становились птицы росла заболеваемость детская и старческая смертность произошел демографический упадок население южной европы снизилась с 40 до 10 миллионов человек бури и наводнения привели к утрате части суши на побережье северного моря в южной англии италии и во франции новые поселения образованные на месте старых официально основан уже в седьмом веке нашей эры характеризуется новой структуры поселений и указывают на культурный разрыв с прежней традицией в норвегии было заброшено 40 процентов крестьянских хозяйств в официальной истории этот период связан с крайне холодными зимами и эпидемиями в это время в центральной европе распространяется проказа она же лепра для сдерживания распространения проказы создаются карантины так называемые лепризории располагающиеся в черте монастырей например во франции в 1226 году то есть за 10 лет до так называемого нашествия монголов на русь количество лепризориев уже составляла около двух тысяч как видите между двумя этими нашествиями с востока много общего и это не просто совпадение тут нужно понять что обе эти истории и нашествие гуннов в 354 году нашей эры и монгольское нашествие в 1237 году описывают один и тот же процесс который и называется великое переселение народов но давайте подробнее разберем монгольское нашествие так как поняв суть этого момента мы легко проведем аналогию с нашествием гуннов и так кратко официально историческая справка в 1207 году чингисхан планирует западный поход целью которого были половцы аланы венгрия и русь и включает эти земли во владение своего старшего сына несмотря на смерть чингисхана в 1227 году курлтай 1235 года после которого нашествие в европу все же состоялась подтвердил эти цели курлтай это аналог нашей госдумы монгольское нашествие на русь также известно как нашествие батыя вторжение войск монгольской империи на территорию русских княжеств согласно официальной истории произошло в 1237 1241 годах подготовка к зимнему походу на русь монголами была начата осенью 1237 года их войска группировались у воронежа туда же стягивались отряды ранее воевавшие с половцами и аланами в начале декабря 1237 года после пятидневной осады войсками батыя была взята и сожжена рязань население истреблено затем последовало разорение рязанских земель битва под колонной осады и взятие москвы поражение владимира суздальского княжества двигаясь вдоль замерзших рек орды монголов уничтожали города и села так были разрушены города пронс дедославль белгород рязанский переславль рязанский переславль-залезский владимир тверь торжок кострома ярославль козельск чернигов киев гомель могилев гродно и еще десятки других многие города так и не были восстановлены а точное расположение некоторых городов сейчас и вовсе не известно при этом подавляющее большинство обнаруженных городе как на рязанщине так и по всей руси историкам и археологам идентифицировать до сих пор не удается но по традиции считается что они были уничтожены монголами в 1237-1238 годах во многих городах монголы сжигали церкви прямо с укрывшимися в них женщинами стариками и детьми конец краткой официальной исторической справки сразу возникает вопрос откуда известно об итогах и решениях курлтая 1235 или любого другого года во время собрания велся протокол и на каком языке если письменность монголов появилась только в двадцатом веке а где все эти столетия хранились протоколы этого и других собраний у монголов есть стационарный архив или они все таскались с собой по степям все это время а теперь давайте будем задавать неудобные вопросы официальным историком зачем пастухам кочевникам с дальнего востока потребовалось завоевание рязани или венгрии все попытки историков вымучено обосновать подобную прыть монголов выглядят достаточно бледными касательно западного похода монголов 1235 1243 годов официальные историки придумали байку о том что нападение на русские княжества было мерой по обеспечению своего фланга и уничтожению потенциальных союзников своих основных врагов важно отметить тот факт что вторжение было зимой согласно официальной версии хан баты специально ждал зимы чтобы двигаться по льду рек то есть мороз был соответствующий раз реки сковал прочный лед и скорее всего был снег запомним этот момент позже мы к нему вернемся когда займемся подсчетами следующий интересный вопрос это размер армии тут нужно понимать что чем больше ее численность тем больше занимаемой ей территория поэтому сначала поговорим о численности монгольской армии этому вопросу следует уделить особое внимание естественно никаких документальных данных о численности армии монголов до нас не дошло а самым древним и пользующимся беспрекословным доверием у официальных историков источником является исторический труд коллектива авторов под руководством чиновника персидского государства хулагуидов рашида от дина который называется список летописей считается что он был написан в начале 14 века на персидском языке правда всплыл он лишь как обычно в начале 19 века первое частичное издание на французском языке вышло в 1836 году вплоть до середины 20 века этот документ вообще не был полностью переведен или издан по разным источникам армия хана батея вторгшаяся на русь составляла от 40 до 150 тысяч воинов при этом прислуга оруженосцы и другие вспомогательные подразделения воинами не считались но в случае необходимости участвовали в сражениях с оружием в руках при этом у каждого воина было как минимум три лошади одна издавая для переходов 2 вьючная а третье для сражения тут хочу напомнить что согласно официальной истории в этот период монгольские войска одновременно действуют и на других фронтах китай кавказ мусульманские страны ближнего востока и средней азии и везде одерживают победу если верить этой официальной истории то миллионная армия северного китая по своим боевым качествам и количество воинов считавшаяся сильнейший не только в регионе но и в мире она была повержена официальная история утверждает что сражение у китайского города бянь лян шло непрерывно 16 суток это сражение известно тем что обе стороны активно применяли артиллерию и потеряли по миллиону человек не могла пройти бесследно и война с исламскими странами войны которых почитали за честь умереть в войне с неверными и при всем при этом монголы не кончились и их хватило чтобы дойти до дуная завоевать венгрию и наводить ужас на страны западной европы так откуда у монголов армия таких размеров или они были бессмертные официальная точка зрения это объясняет просто состав монгольской армии вошли покоренные народы даже если так но разве сами монголы в сражениях не погибали давайте подробнее рассмотрим это утверждение официалов о многонациональной армии монголов согласно официальной истории монгольская армия состояла из воинов самых разных национальностей начиная от самих монголов и китайцев бурятов персов узбеков и кончая башкирами половцами мордвой и другими народами при этом все говорили на разных языках и на речи их этих языков имели совершенно разное вооружение тактику и воинское образование если конечно вообще имели какое-либо образование унифицировать все это по единому стандарту монгольские военачальники просто не могли успеть физически когда официальные историки говорят о причинах побед монгольского войска при нашествии на русь среди других причин они выделяют очень хорошую организацию войска и управление боем однако как можно эффективно управлять армией если для передачи приказов используется несколько десятков языков конечно во время так называемых тысяч километровых маршей и переходов про них мы поговорим далее так вот во время этих переходов теоретически можно выучить основные слова название оружия строевых порядков однако в бою постоянно возникают ситуации когда стандартного набора слов для описания команды просто недостаточно а ведь в бою дорога каждая секунда и команда отданная сейчас спустя минуту может быть абсолютно бесполезно поэтому логично предположить что понимая это монголы составляли полки по национальному и языковому признаку тогда на один полк требовался всего один переводчик но тут встает уже другой не менее важный для понимания вопрос дело в том что покоренные народы явно не горели желанием умирать за интересы каких-то монголов на чужой для себя войне тем более что согласно официальной информации за службу солдату ничего не полагалось но за любую провинность ему грозила смертная казнь поэтому для того чтобы избежать бунта в войсках полки формировались не по этническому или языковому признаку а состав полков был перемешанный и вот тут как раз и получается что в каждом полку нужно было иметь несколько десятков переводчиков только на один язык а так как языков были десятки то есть переводчиков по сути можно было сформировать еще один полк а это сильно замедляет управляемость армии и снижать эффективность и потом спрашивается откуда взялось столько переводчиков то есть грамотных и образованных людей или все же полки были сугубо национальными если так то тогда такая армия быстро разбежится причем целыми полками или поднимет мятеж в тылу что собственно и происходит постоянно в китае целыми провинциями в 1238 году в бухаре произошло мусульманское восстание также известно о восстании половцев рассмотрим в качестве примера армию империи цзинь северной китай она была многонациональной состояла из киданий и китайцев а также из частей составленных из покоренных народов так как использовались принудительные меры набора в армию то воинские формирования китайской армии зачастую были неустойчивыми представители покоренных народов не испытывали желание сражаться за империю цзинь и легко сдавались в плен не знать этого монгольские ханы не могли поэтому если они и использовали покоренные народы своей армии то только в составе перемешанных полков таким образом армии построены по национальному признаку нет доверия перемешанной невозможно эффективно управлять и то это ставит под огромный вопрос всю воинскую организацию и эффективность системы управления войсками подчеркиваю речь идет именно о покоренных народах а не о союзниках таким образом к моменту похода на русь собственно монголов в монгольской армии в пересчете на тысячу человек были буквально единицы в основном офицеры форма сплицкий сообщает что в европу в 1241 году вторглась вообще не пойми какая армия так в ней было огромное количество башкир узбеков русских половцев и других народов сколько среди них было собственно самих монголов и были ли они вообще не указывается если официальное описание армии монголу верно то ее численности уровню организации от разведки логистики до управления связи могли бы позавидовать современной армии самых развитых государств правда после завершения эпохи чудесных походов монголы уже через 30 лет после смерти чингисхана как-то растеряли все свои навыки теперь давайте разберем размер армии но теперь с точки зрения физически занимаемой ею территории то есть длина всей колонны учитывая запасных лошадей прислугу обоза с провиантом и юртами зададим простой обывательский вопрос а что вообще такое армия на марше двигающиеся по льду оки или москва реки в которой 100 140 тысяч воинов с 300 400 тысячами лошадей с обозом который как минимум вез юрту и имущество хана простейшие расчеты показывают что даже двигаясь фронтом в один километр а в реальности ширина этих рек существенно меньше так вот такая армия в самых идеальных условиях растягивается минимум на 70 90 километров однако это в идеальных условиях когда все идут с одной скоростью и соблюдая минимальную дистанцию в реальности эти идеальные условия соблюсти просто невозможно следовательно армия на марше растягивается еще больше то есть если первые ряды подходят к москве то последние только еще выходят из колонны интересно что никто из официальных ученых за последние 200 лет даже не задавался таким вопросом видимо полагая что гигантские конные армии летают буквально по воздуху а теперь самое вкусное чем питаться армией по разным источникам армия хана батыя вторгшаяся на русь составляла от 40 до 150 тысяч воинов при этом прислуга оруженосцы и другие вспомогательные подразделения воинами не считались но в случае необходимости участвовали в сражениях с оружием руках при этом у каждого воина было как минимум 3 лошади будем считать по среднему значению 100 тысяч воинов соответственно было минимум 300 тысяч лошадей по утверждением официальных историков если запас воды иссекал монголы пускали лошадям кровь и пили ее таким способом они могли довольствоваться до 10 дней питались монголы по словам официалов также лошадьми теперь займемся математикой по достижении лошади возраста три с половиной года ее вес в зависимости от рационной пола составляет от 350 до 450 килограмм из массы всей лошади выход съестного мяса варьируется в пределах 53 60 процентов то есть в среднем 250 килограмм каждый человек в армии воин прислуга и прочее съедали примерно по полтора килограмма мяса в день будем считать только по воинам так как сколько в монгольской армии было людей имевших иной статус неизвестно поэтому 100 тысяч воинов по полтора килограмма мяса это 150 тысяч килограмм мяса в день то есть это 300 тысяч килограмм общего веса или примерно 1000 лошадей в день таким образом только за 121 день нашествия с 1 декабря 1237 года по 3 апреля 1238 года только воинами было съедено 121 тысяча лошадей и это не считая боевых и санитарных потерь лошадей во время нашествия и не считая времени перехода от монголии до руси теперь считаем дальше расстояние от монголии до рязани через казахстан 5000 километров согласно официальных данных монгольская конница преодолевала это расстояние за два-три месяца берем с запасом три месяца значит по 55 километров в день включает переправу через реки переходы через горы и остановки на отдых за время этого перехода только в одну сторону будет съедено еще 90 тысяч лошадей только воинами следовательно в начале перехода на выходе из монголии нужно было иметь табун как минимум 500 тысяч лошадей из которых 300 тысяч это ездовые и вьючные для воинов и еще 200 тысяч для пропитания а учитывая слуг и оруженосцев которым также нужно было что-то есть то этот табун должен был быть еще больше естественно кто-то скажет что табун по пути пополнялся лошадь непокоренных народов однако эти пополнения опять же по официальным данным были не больше боевых и санитарных потерь монголы в лошадях то есть приход примерно равнялся расходу но самое главное даже не это а то как многотысячная конница завоевателей решила главную проблему войны снабжение и фуражировки на марше а затем на вражеской территории друзья оставшиеся 6 вопросов из списка в том числе и то чем питались монгольские лошади во время этого похода мы разберем во второй части нашего фильма и в его конце дадим ответ на все эти 12 вопросов а я на этом с вами не прощаюсь впереди все самое интересное благодаря вас за внимание всего вам доброго